Официальные партнеры программы «Новости дня». Торговая группа «Абсолют», сеть магазинов и гипермаркетов «Всё для дома». Автотехцентр «Китта». В прямом эфире «Новости дня» в студии Илья Бельгов. Здравствуйте! В ближайшие полчаса мы расскажем только о том, что имеет значение. Коротко о главных темах выпуска. На минувших выходных улицы Улан-Удэ опять пострадали от ливня. Каковы последствия водной стихии? Смотрите через несколько минут. Из 34 участков выполнено 30 участков или 7,2 километра. Работы по остальным четырём участкам продолжаются. Подготовка к отопительному сезону идёт полным ходом. Сегодня в администрации Улан-Удэ состоялось заседание рабочей группы. Сейчас температура 150 градусов. 85% улан-удэнской агломерации и 50% региональных дорог приведут в нормативное состояние. Присторик предусматривали с собой по 175 учащихся в одну смену. Старой школе, новые стены. Музыкально-гуманитарные лицеи ждёт большая реконструкция. И снова последствия ливня. В минувшие выходные улицы Улан-Удэ в очередной раз стали жертвами водной стихии. Больше всего от проливного дождя пострадал посёлок Дивизионный. Как устраняют последствия осадков, расскажем далее. На этот раз больше всего отводной стихии достало советскому и железнодорожному районам нашего города. В посёлке Дивизионный вода, сошедшая с гор, размыла улицу Гарнизонная, по которой ездит весь общественный транспорт. За выходные работниками комбината по благоустройству только с городских улиц было откачано более 3000 кубометров дождевых вод. Вывезено около 830 тонн грунта. Вот только с суббота на воскресенье на улицах работала 21 единица техники. Ну это самосвалы большие, погрузчики, гридера и вакуумки. В воскресенье вчера мы продолжили эту работу, с ночи перешли как бы в день воскресенья. Работало ещё плюсом 12 единиц техники к ночным. То есть вот посчитайте 33 единицы техники. Работали только за эти сутки. Сегодня ликвидация последствий сильного ливня продолжается. На улице пострадавшей от дождя завозится щебень для отсыпки промывов. Андрей Слепнёв, Сергей Медведев, Новости дня. В Севербайкальском районе снят режим ЧАЭС, введённый из-за лесных пожаров. Судя по всему, хорошо поработали и спасатели, и погода помогла. Два крупных пожара ликвидированы. За сутки проводились работы по дотушеванию двух локализованных очагов лесных пожаров в Кормканском и Северо-Вайкальском районах. На общей площади 574 гектара. В результате эти два пожара были ликвидированы. На сегодняшний момент на севере республики под наблюдением спасателей и лесников находится один очаг. Следят за ним из космоса. Всего в республике за прошедшую неделю зарегистрировано три лесных пожара. Как идёт подготовка к отопительному сезону? Сегодня в администрации Улан-Удэ состояло заседание рабочей группы по развитию столицы Бурятии. Детали в следующем сюжете. На подготовку к сезону теплоэнергетики заложили 262 миллионов рублей. На ТЭЦ-1 запланирована реконструкция котла-агрегата номер 9. Также полным ходом идёт ремонт всех паровых котлов. В настоящее время выполнены текущие ремонты котлов 1, 2, 5, 6, капитальный ремонт котла номер 7. Ремонты турбогенераторов выполнены на 100%. Выполнена реконструкция турбоэнергата номер 6, введён в работу. Выполнен также капитальный ремонт генераторов. Реконструкция и ремонт котлов будет продолжен. Крайний срок завершения всех работ – середина октября. Полным ходом идёт реконструкция теплосетей. На сегодня готовность к отопительному сезону по котельным 94%, а по сетям – 92%. Из 34 участков выполнено 30 участков или 7,2 километра. Работы по остальным четырём участкам продолжаются. Здесь планируем закончить участок по улице Октябрьская до 1, 09. И участок по улице Ермаковского, Старый, Зелёный и 110-й квартал до 6 сентября. Отдельный разговор по запасам угля. Городские власти просят тепловиков, а заготовки топлива позаботятся заранее. Возвращаюсь к Стальмосту. Надо за сентябрь месяц наращивать запасы угля. Я понимаю, там угольный склад. Через финансовую схему по декадной оплате за транспорт. Ну, понимаете, знаете, вернуться к той прошлогодней схеме. Меня вот это беспокоит больше всего. Также собравшиеся обсудили состояние жилого фонда. На сегодня проверку из 965 многоквартирных домов прошли всего 87. Комиссии решено уже в ближайшее время выехать на проблемные дома и ознакомиться с ситуацией на месте. Батар Ламбайф, Евгений Павлов, Новости дня. 85% улан-удэнской агломерации и 50% региональных дорог приведут в нормативное состояние. Такова задача национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Ход работ лично проверил глава республики. Сколько километров починят и где, расскажем далее. Нулевой километр спиртзаводской трассы на полуторакилометровом участке дороги до улицы Пищевая. Обновили асфальт, расширили проезжую часть и нанесли разметку. Трещины, просадки, обочин вообще здесь нет. И ширина составляла нормативность, была уменьшена 6 метров. Остальные работы подрядчик должен завершить к первому сентября. Но не все так гладко. Съезд дороги небезопасен. Глава Бурятии поручил выставить подрядчику претензию. Съезд закройте. Давайте. Вообще. Ну пока не сделаем. Ну как так? Вот уже аварийно опасно. В Тропогатайском районе поработать еще предстоит. Сегодня укладывают нижний слой покрытия. Его толщина должна быть как минимум 8 сантиметров. Сколько? 10. После упроте, но останется 8 с половиной. Проект обойдется в полмиллиарда. 22-х километровый участок будут чинить 4 года. Из них 7 километров будет готово в этом году. Сейчас температура 150 градусов. Когда упадет на 140, начнется прикатка первым катком. Когда еще упадет на 20 градусов, загоняем большие катки, 8-тонные. После положат самый верхний, окончательный слой в 5 сантиметров. Самый последний выравнивающий слой асфальта тем временем кладут на 13-километровой дороге, которая связывает Заиграевский и Хоринский районы. Здесь работают на опережение. Участок должны были открыть к 2021 году, но закончат его гораздо раньше. Есть возможности у нас, как бы позволяет свой собственный АБЗ по выпуску асфальтобетона. Наличие техники, и мы решили, пришли к согласованию с заказчиком, что введем его в эксплуатацию в этом году. А материалы у нас только качественные, гарантии? На все материалы у нас есть сертификаты. Конечно, на дорогу предоставляется гарантия. В течение 5 лет мы будем нести ответственность за эту дорогу. Если что-то даже и возникнет по гарантии, мы будем выезжать и немедленно устранять. После укладки верхнего слоя здесь установят дорожные знаки и нанесут разметку. К 10 сентября участок ведут в эксплуатацию. А вот жителям Новой Бряни придется потерпеть. Подъезд к селу отремонтируют к концу 2020 года. Обновят дорожное полотно сразу на трех участках. Готовность к асфальтированию на 100%. Щебиночное основание практически тоже готово. По второму участку у нас практически тоже готово. Заминное полотно на 70% выполнено. И асфальт запустили вчера. Асфальт в завод запустили? Да. Подрядчик даже купил мобильный асфальтобетонный завод. В этом году выпустит 20 тысяч тонн асфальта. Этого объема хватит больше, чем на 10 километров. За пару дней уложили уже полтора. Всего по проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» до 2024 года в Бурятии приведут в порядок 700 километров дорог. Поскольку такие объемы работы у нас дорожные ведутся, у нас уже была нехватка по заводам и нехватка асфальта. И сейчас уже подрядчики покупают новые заводы, ставят для того, чтобы у нас был свой качественный асфальт, чтобы не надо было куда-то издалека везти, но с потерей температуры, с потерей качества. Оставиться на месте производства работы, это позволяет в более сжатые сроки с высшим качеством делать дороги соответственно. За два года в Улан-Удэнской агломерации отремонтировали 175 километров. В нормативное состояние привели почти 65 процентов дорог. Позже проект приобрел статус национального. В него также вошли 18 объектов региональной сети. Инесса Дондукова, Евгений Павлов. Новости дня. В Улан-Удэ под колеса автомобиля попала лошадь. 18-летняя мать оставила малолетнего ребенка дома одного с открытым окном. Об этом и не только расскажем в нашей постоянной рубрике «Горячая линия ТВКОМ». ДТП произошло накануне вечером. На трассе рядом с поселком Солдатский грузовая машина сбила лошадь. Животное выбросило на противоположную сторону движение, где на него наехала легковушка. По факту ведется следствие. 30-летний автомобилист столкнулся с 11-летним велосипедистом на Восточном. Мальчик получил травмы различной степени тяжести. Детали случившегося устанавливаются. Известно, что водитель был трезв. 11-летний ребенок у нас находился на проезжей части, что категорически запрещается правилами дорожного движения. Мы призываем всех родителей не пренебрегать такими правилами и контролировать своих детей, которые управляют транспортным средством, а именно велосипедом. Что до 14 лет выезд одному без сопряжения взрослых на проезжей части детям запрещен. В ДТП в Селенгинске в Лобовом пострадали оба водителя и один пассажир. 19 часов 30 минут водитель автомашины Toyota Filder. Следуя по автодороге Улан-Утэ-Кяхта, в трех километрах от села Тахой, не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение с автомобилем Лифан под управлением женщины 1978 года рождения. С травмами различной степени тяжести участники аварии были доставлены в больницу. К другим событиям. Не иметься, снимите. Выложите это так же, что такие родители не родили. Черешковый окно второй этаж открыто. Очевидцы сняли на видео ребенка, которого мать оставила без присмотра. Бдительные горожане сообщили о факте в полицию. Когда я забрался туда, он громко плакал. Я сначала пытался успокоить его. Он взял на руки и он мне что-то говорил. Но он как маленький, двухлетний ребенок, говорит, говорит, не умеет, но плохо говорит. Ну, в итоге он хотел пить вообще. Установлено, что 18-летняя мать оставила ребенка под присмотром 16-летней подруги. Та, усупив малыша, покинула квартиру. В отношении матери составлен административный протокол за неисполнение родительских обязанностей. Далее. В субботу ночью в таксиму горело бесхозное здание. На момент прибытия пожаров в 0 часов 27 минут здание было охвачено огнем полностью. На площади 800 квадратных метров. Существовала угроза перехода огня на два жилых дома, расположенных в 5 и 15 метрах от горячего строения. В результате пожара бесхозное строение было уничтожено полностью. Жилые дома не пострадали. 10 пожарных ликвидировали возгорание 2 часа. Предварительная причина – неосторожное обращение с огнем. По всем фактам ведется следствие. Мария Кравцова, Жаргал Сариндашеев. Новости дня. Невозможно пройти. Жительница Улан-Удэ жалуется на хамство автовладельцев. Дело в том, что с недавних пор мама героини нашего следующего сюжета вынуждена пользоваться инвалидной коляской. Существует ли так называемая безбарьерная среда, выясняла наша съемочная группа. Сегодня пройти можно почти без проблем, говорит Людмила. И это нонсенс. Обычно по этому тротуару вместе с мамой не передвигаются все больше бочком. В последний раз при попытке объехать машины по земле коляска чуть не перевернулась. Съехали с кромки, сломали колесо. В последний момент я просто поймала мать, потому что она мне должна была просто полететь в тартарары, потому что она падала вместе с коляской. Спасли маму, а при этом ремонт влетел в копеечку. Да, естественно. Нам обошлось. Мы заменили передние колеса и плюс у нас были погнуты спицы. Но в общей сложности что-то получилось около 5 или 7 тысяч рублей. С 2017 года, когда в семье появилась коляска, чечница Людмила фиксирует все, что кажется ей нарушением. Собрала гигабайты видео, фото и целую подборку ответов из ГАИ. Я была поражена отсутствием сознательности и компетенции как наших автоводителей, так и ответственных сотрудников. В частности, говоря о ГИБДД, которые отказываются составлять акты нарушения, даже когда мы не можем подъехать к подъезду и вернуться домой. Выяснилось, что оштрафовать владельцев и эвакуировать машины, которые загораживают тротуар, нельзя. Нарушением считается только тот случай, когда автомобиль колесом наезжает на пешеходные дорожки. Поступали жалобы в адрес госавтоинспекции. Своей стороны госавтоинспекция направила письмо в адрес администрации города УЛНД об обустройстве данного участка в территории города УЛНД. Чтобы он стал безопаснее? Чтобы он стал безопаснее. То есть сейчас он действительно не соответствует правилам безопасности? Нет, мы водителей не можем привлечь, потому что со стороны водителей правила не нарушаются дорожного движения. Но вообще мы направили письмо о том, чтобы сделать этот участок, обустроить, чтобы он был удобный как для водителей, так и для пешеходов. Только от Людмилы в управление по транспорту сегодня передано пять жалоб. По тротуару в центре города на завтра назначено обследование. Ближе к концу недели специалисты скажут, что можно сделать с этой пешеходной дорожкой. Если загороженные тротуары, как выяснилось, можно трактовать только как обычное бытовое хамство, то вот эта ситуация вполне себе нарывается на штраф. Мы видим знак, стоянка для людей с ограниченными возможностями. 14 метров влево должны стоять только машины с специальными значками. Но здесь четыре автомобиля от эконом-класса до вполне себе дорогих внедорожников, которые наплевали на это правило и поставили свои машины. К слову, штраф за такую парковку – пять тысяч рублей. Бороться с обычной невнимательностью и нечуткостью водителя, а также с реальными нарушениями, Людмила намерена и дальше. Сейчас женщина большую часть времени посвящает маме и надеется, что в ближайшее время обычная прогулка перестанет для них быть бегом с препятствиями. Алифтин Дармаев, Андрей Дармаев. Новости дня. Альмаматор на 187 миллионов рублей. Именно столько выделили на реконструкцию музыкально-гуманитарного лицея имени Аюшеева. После стройки учебное заведение будет соответствовать всем стандартам для полноценного обучения. Подробности далее. В стенах этого некогда ветхого здания обучалась талантливая молодежь, будущие музыканты, художники и хореографы. Часть лицея уже разобрали. Когда не останется камня на камне, начнут возводить новое. Вместо двух этажей – три, а в кабинетах – самое современное оборудование, начиная от досок, заканчивая инструментами. Обещают залы хореографии, костюмерную, различные мастерские и спортзал. При стройке передусматривали собой по 175 учащихся в одну смену. Естественно, будет увеличение количества учащихся. Это раз. Во-вторых, здание уже довольно-таки старое. Мы проводим новое здание, будет соответствовать всем нормам и требованиям, как санпинов, так и требованиям нормативной документации. На время стройки детей будут обучать в других школах, что неподалеку. С 5 по 11 класс. Они там по одному классу всего. Мы их определили в 42-ю школу и в школу номер 64, в то здание, которое поближе к Гвардейской. Таким образом распределили всех детей. Завершить строительство планируют к сентябрю 2020 года. Столь масштабную реконструкцию удалось начать благодаря дальневосточным субсидиям. Соседние строения трогать не станут. К слову, здание 1932 года постройки и уже давно не соответствует современным общестроительным нормам и сейсмическим требованиям. Обучаться в таких стенах небезопасно. Барец Дыпов, Андрей Дармаев, Жаргал Серендашеев. Новости дня. Строительство школ под особым контролем. Две строящиеся школы в пригороде Улан-Удэ проверила наша съемочная группа. Какие недоделки подрядчики уже устранили, а что еще придется, расскажем далее. В 853 человека в две смены. Именно столько детей сможет принять новая школа в Нижнем Саентуи. Строительство образовательного учреждения в Трабогатайском районе идет с использованием самых современных и инновационных технологий. Не забывают и о маломобильных учащихся. Подъемники, лифты, пандусы, все типовое решение. Везде однотипное решение. Что маломобильные дети, если вдруг учатся маломобильные дети, никаких трудностей в посещении, в учебном процессе не будет у них. Новая школа будет состоять из шести блоков. Главный акцент строители делают на витражные окна. Возведение объекта обошлось в 414 миллионов рублей. Сейчас здесь полным ходом идут строительные работы. Подрядчик гарантирует, что материалы все качественные и проверенные. Более того, школу планируют сдать даже с опережением. Теперь она откроет дверь в декабре этого года. В декабре этого года распахнет свои двери и школа в поселье. Рассчитана она на 450 мест. Согласно проекту, школа будет состоять из восьми блоков. Стройка здесь идет с весны. В целом есть определенные поддельные виды работы основания. Соответствующие поручения подрядчику и ухту будут даны. Мы видим, что по вентиляции есть незначительные основания, по внутренним сантехническим работам. И есть полная уверенность, что в этом году мы эту школу. Все недочеты планируют устранить в ближайшее время. Строительство не прекратится и в зимний период. Как уверяют специалисты, на качество работ температура за окном никак не повлияет. Потому как для строительства используют только проверенные материалы. Мы применяем все сертифицированные материалы, которые идут полностью исследованы и со сертификатами. Когда прежде чем получать, мы смотрим сертификат, заказываем, с поставщиками работаем и смотрим на качество материала. Для строительства этой школы выделили более 300 миллионов рублей. Всего в этом году в республике построят 6 школ и 9 детских садов. Иктина Иллистратова, Андрей Дармаев, Новости дня. Большое интервью главы республики четырем местным телеканалам. Наша телекомпания покажет снова. Алексей Циденов расскажет, почему на наших дорогах должны и будут работать только бурятские подрядчики, сколько денег придет в республику и какой управленец нужен Улан-Удэ. Интервью без купюр, где глава поделится, как он набирается сил и что для него значит Байкал. Смотрите в эфире Тевикома во вторник в 20. Сейчас время небольшой рекламы. Не переключайтесь. Вот что вы увидите далее. Так как их два, они образуют круги, а два круга – это бесконечность. Команда графитчиков из разных городов подарила старым трамваям Улан-Удэ новый облик. Когда ждать обновленный транспорт в городе? В Улан-Удэ в третий раз состоялся Кубок Горсовета по настольному теннису. Чита приняла очень гостеприимно. Ребята все очень веселые, дружелюбные, познакомились со многими. В Чите завершились международные детские спортивные игры. Спортсмены Бурятии завоевали 53 награды. Покупай в Абсолюте выгодно. Возьми колбасу докторскую и колбасу по-татарски. Оплати только за колбасу докторскую. Абсолют. Гарант низких цен. В школу как на праздник. Новая коллекция школьной формы для отличной учебы уже в 100 одежек. Сорочки от 490 рублей. Блузки от 990 рублей. И скидки до 50%. 100 одежек. Мегадом. Второй этаж. Делай машину сейчас, плати потом. Амортизаторы в рассрочку. Замена масла в рассрочку. Ремонт мотора в рассрочку. Установка сигнализации тоже в рассрочку. Весь ремонт в рассрочку в автотехцентре Кипто. Улица Захьяновой, 9. Телефон 4399-00. Не тормози. Рассрочни. Абсолютно безопасные. Стоит меньше гипсокартона. Оперативные в установке надежные в эксплуатации. И, наконец, они просто красивые. Натяжные потолки. Линия неба. 11 лет вместе с нами. У каждого свой потолок. У меня линия неба. В прямом эфире новости дня мы продолжаем. Сборная команда райтеров из разных городов выиграла президентский грант с проектом «Бурятия в красках». Теперь Улан-Удэ преображается. Руку и баллончики уличные мастера цвета приложили не только к серым стенам, но и к общественному транспорту. Что из этого вышло, расскажем прямо сейчас. Еще не вышли на рейсы города, но уже наделали шумиху в интернете. Два красавца трамвая будут покорять улицы Улан-Удэ яркими красками и современным подходом к национальной тематике с завтрашнего дня. Однако поделились мнением горожане об обновленном транспорте уже сегодня. Страшновато смотрится. Кошмар. Это что? Вопрос зачем? Они что, курили? Можно же было что-то веселее и ярче? Креативно, необычно, зато не реклама. Молодцы, ребята. Оригинально и креативно, а не довольство тем, что выходит за рамки обыденности. Всегда будет. Мудрец-лучник, красавица с бездонными глазами. На каждой стороне готового произведения своя история. 59-й стартует уже завтра, а его собрат 53-й трамвай пока на ремонте. И присоединиться к работе через день-два. На него нанесли изображение дракона и фламинго. В целом этот сюжет имеет такое метафоричное значение. Он двигается по городу, так как это подвижной состав. И закольцовывается в такой жизненный цикл. Так как их два, они образуют круги. А два круга – это бесконечность. На арт-трамваях можно будет прокатиться вне зависимости от маршрута. Каждый день он будет меняться. Потому подарит радость и вызовет эмоции у всех горожан. Пока просто непривычно. Привыкли трамвай видеть всегда в рекламе. Тут вроде бы творчество, так сказать, картины. И все. Сейчас к этому привыкнем, да? Сейчас к этому привыкнем? Привыкнем, конечно. А чтобы привыкать было веселее, управление трамвая и граффитчики объявляют фотоконкурс. Нужно поймать трамвай в городе, сфотографироваться на его фоне и опубликовать в социальной сети Instagram с нашей отметкой «Трамвай 03». Вся информация, призы, условия также будут в нашем официальном аккаунте городского трамвая. Ловить такое чудо на дорогах города можно уже с шести утра. Лицезреть колоритный транспорт горожане и гости столицы смогут не один год. Итальянская краска, которой выполнены рисунки, как говорят мастера, не воцветает десятилетия. Мария Кравцова, Жаргал Цариндашеев. Новости дня. Кубок горсовета по настольному теннису прошел в Улан-Удэ. На него съехались несколько сотен участников. Финальные схватки в абсолютном первенстве выдались очень напряженными. О мастерах стола в следующем материале. Финальная схватка в абсолютке у женщин. Здесь встретиться могут совершенно разные по мастерству, возрасту и даже комплекции игроки. В итоге после четырех партий 2-2 остается заключительное. Наша спортсменка, по всей видимости, теряет хладнокровие. Чемпионкой турнира стала Валерия Щетинкина из Санкт-Петербурга. А в настольный теннис играет с шести лет. На наш турнир ее привлекла возможность побывать на Байкале. Развиваться нужно, но очень далеко находится и путевки очень дорогие. И получается, что, наверное, либо в другой период времени звать, когда билеты на самолет чуть-чуть подешевле. Развивать турнир, который проходит уже в третий раз, намерены и его учредители. Городской совет депутатов. С каждым годом мы отмечаем, что турнир проходит качественно. И расширяется география, и количество участников турнира. Вот в этом году, например, Москва, Санкт-Петербург, Иркутская область, Забайкальский край, Хакасия, Китайская народная республика, Монголия. Конечно, мы хотим, чтобы турнир стал международным. Вошел в календарь спортивных мероприятий Российской Федерации. Еще одна цель, чтобы турнир стал мастерским. Тогда наши теннисные залы будут привлекать самых именитых мастеров ракетки. Но и в этот раз спортивный накал радовал зрителей. Особо эмоциональными и красивыми выдались полуфиналы у мужчин в абсолютном первенстве. Алифтин Дармаева, Андрей Дармаев. Новости дня. Юные спортсмены Бурятии приняли участие в международных детских спортивных играх. Соревнования проходили в Чите. Всего на них Бурятию представляло 105 детей. Сколько наград удалось завоевать нашим ребятам и в каких видах спорта? Расскажем далее. Эти международные детские игры стали девятыми по счету. Соревнуются спортсмены 14-15 лет из России, Монголии и Китая. Состязания проходят в 11 видах спорта. Больше всего медалей ребята из Бурятии завоевали в легкой атлетике. 17. Семь из них золотые. На втором месте по количеству завоеванных медалей ученики. Одна бронзовая и три награды наивысшей пробы. Чита приняла очень гостеприимно. Ребята все очень веселые, дружелюбные. Познакомились со многими. Семь медалей завоевали дзюдоисты. Из них пять серебряных и две бронзовые. Пополнили копилку республики на две золотые медали и пловцы. Боксеры, борцы и дзюдоисты взяли 24 серебряных и бронзовых наград. Первый раз я участвую здесь. Очень энергично, все хорошо. Мне понравилось. Почему бокс? Ну, в третьем классе я дома сидел, сидел. И мне брат сказал, ну, иди на сборку, сборку. Хотел футболом заняться, но папа сказал, иди на бокс. Я так и пошел. Мне понравилось. Очень сильно. Отмечу, что на девятых международных детских спортивных играх Бурятию представляли 105 детей. Юным спортсменам удалось забрать 53 награды разного достоинства. Сборная России завоевала первое место в общекомандном зачете. Следующие детские спортивные игры пройдут в соседней Монголии. Андрей Слепнев, новости дня. Ровно через неделю стартует новый учебный год. Как не прогадать с выбором цветов для учителей? И где найти тот особенный на первое сентября? Расскажем далее. Первое сентября давно превратилось в настоящее соревнование букетов. Все хотят, чтобы именно их цветы были самыми роскошными, запоминающимися и покорили учителя. Кто-то уверен, что залог будущих пятерок в объемной охапке. Но дорого-богато не всегда то, что удивит учителя. В цветочной базе «Роза» точно знают, что дорогой букет не главное. И предлагают со вкусом подобранные цветы, позволить себе которые может любая семья. В преддверии первого сентября наша цветочная база «Роза» подготовила огромное количество букетов. Хорошее качество и, как всегда, по низким ценам. Также, по вашему желанию, мы можем декорировать букеты разными карандашами, красками, линейками. Тематический первосентябрьский букет всего от 400 рублей. И вы точно можете быть уверены, что он не затеряется в сотнях гладиолусов и займет достойное место на самом видном месте. Небанальный букет с учетом ваших пожеланий помогут быстро составить консультанты. Заказать его можно заранее на цветочной базе «Роза» по улице Сахьяновой. Я выбрал именно этот букет, потому что моей учительнице Светлане Андреевне он очень понравится. В «Розе» миниатюрные букеты. Ведь есть опасность, что из-за длинных гладиолусов первоклашку не будет видно. Да и держать тяжелую охапку всю линейку сможет не каждый. Традиционные «Розы» ими останется доволен любой педагог. К тому же на цветочной базе «Роза» при покупке от 15 штук они всего по 69 рублей. Пусть ваш букет выделится среди 30 других. Магазин «Роза» в районе фабрики кино напротив кафе «Мангал» ждет вас 1 сентября не за горами. Впервые в Улан-Удэ «Оптика ССЭК» организовала детский шоу-рум. Как он прошел и какие очки выбирает подрастающее поколение, расскажем далее. «Оптика ССЭК» в преддверии школьной поры устроила настоящий праздник. Сладкая вата, конкурсы и подарки. А связано это с первым детским шоу-румом. Для детей и подростков представлена большая коллекция ярких, красивых и удобных оправ. Мы сегодня пришли с семьей, постоянно приходим в «Оптика ССЭК». Так и здесь большой ассортимент, качественная продукция, низкие цены. И в дальнейшем также планируем и будем приходить сюда и приобретать вышеуказанные очки. В шоу-руме продемонстрированы последние новинки из мира очков. Такие оправы вряд ли удастся сломать. Сделаны они из прочных, гибких, а главное гипоаллергенных материалов. Такие очки уж точно никого не оставят равнодушным. Мне эти очки понравились, потому что они классные. Я пойду в них на футбол и покажу своим друзьям. В современном мире гаджетов и информационных технологий нагрузка на глаза увеличивается. Поэтому заботиться о зрении нужно с раннего возраста. Опытные консультанты помогут подобрать очки на любой возраст и вкус. За приятными, а главное качественными покупками приглашаем в салоны оптики ССЭК. В 22.30 смотрите художественный фильм «Ларго Винч. Начало». Речь пойдет о сироте, усыновленном миллиардером. Его приемный отец погибает при загадочных обстоятельствах. В 26 лет Ларго наследует огромную корпорацию и миллиардное состояние. Теперь он владелец заводов, газет и пароходов. Таким был этот день. Я напомню главные темы выпуска. Ликвидация последствий сильного ливня продолжается. На улице пострадавшие от дождя завозится щебень для отсыпки промывов. Завершить строительство лицея планируется к сентябрю 2020 года. Рисунки на трамваях города рассчитаны на 10 лет и более. В Чите завершились международные детские спортивные игры. Спортсмены Бурятии завоевали 53 награды. На этом у меня все. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до встречи в эфире. Каменный век в прошлом. Будь лучшей версией себя. Новинка в абсолюте. Шампуни и гели для душа Ванки. Со скидкой 50%. Только до 1 сентября. В школу как на праздник. Новая коллекция школьной формы для отличной учебы уже в 100 одежек. Сорочки от 490 рублей. Блузки от 990 рублей. И скидки до 50%. 100 одежек. Мегадом. Второй этаж. Два. По цене одного. Только до 30 сентября. Приезжай в Кито на замену масла. И при покупке воздушного фильтра получи салонный совершенно бесплатно. Берешь два. Платишь за один. Кито. Пожалуй, самый щедрый сервис. Улица Сахьяновой, 9. Телефон 43008. Кито наronый. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин